Сайрам, друзья, приглашаю вас сегодня на прогулку по предрождественскому скромному Цюриху и на вечеринку с Фондю. Вы вот такое когда-нибудь видели? Стоит очередь в магазин Хермес. По соседству стоит очередь в магазин Гуччи. Вот я стою и думаю, в какую же очередь мне встать? В Гуччи или в Хермес? Шутка. Ворота счастья. Ворота счастья. Ворота счастья. Ворота счастья. Ворота счастья. Ворота счастья. Все в них закрыто. Рестораны закрыты. Кафе закрыты. И еще не мог весь, что там закрыто. А в нашей Швейцарии все открыто. Конечно, мы соблюдаем тоже определенные меры предосторожности. Люди ходят в масках, в магазинах. Кто-то умудряется и на улице в масках идти, и один в машине в маске ехать. Ну, разное можно встретить. Но, во всяком случае, у нас жизнь бурлит. Тут вот народ стоит в очереди тоже в один очень специфический магазинчик, в котором есть разные экзотические товары. Очень милая лавка. И что еще особенно? Хотела я зайти в одну кафешку, в которой не очень дешево. И хожу я в нее далеко не каждый день. Но в ней была очередь. И вот еще одна. Придется попытать счастье. Ничего не вышло. Везде очереди. Может быть, вся Европа приехала в Швейцарию, потому что здесь свобода. Демократия, одним словом. Опять иду по закоулкам. Мимо домика, где Ленин жил. Наш революционер. Но я все думаю, угадаю, как это возможно. Все открыто и везде очереди. Куда ни возьми. Может быть, население Швейцарии увеличилось? Внезапно. Бull nombreux чего звезда. Пусть об salvать швейцарии, Друзья, я отправилась на поиски. Я отправилась на поиски полицейского участка, потому что в нём есть нечто особенное. Только надо теперь вход найти. В полицию не пустили. Сказали, у тебя есть документы? Я говорю, нет документа. Ну тогда в следующий раз. Тут кто-то снег на крыше привёз. Интересно, где это он был? В хорошие времена на этой площади бывают рождественские базары. И детский хор в виде ёлки. Очень красиво, очень празднично это бывает. Но в этом году по-другому. Это неплохо и нехорошо. Это просто по-другому. Ну что, в кафе не попадёшь, но зато можно купить жареные каштаны. Ну вот и жареные каштанчики. Кажется, первые в этом сезоне. В кафе не пустили, места нет, в полицию не пустили, документов нет. Ну хоть каштаны. Без очереди и очень вкусные. Тут в одном карманчике каштаны, а в другой складывать можно очистки. Вкусно. Народ толпится, суетится. Видимо, все затариваются на Рождество. Хотят порадовать своих близких и любимых. Подруга рассказала интересную историю. Её дочка делает такое среднее образование в одной страховой компании. И приходит и говорит, мама, у нас будет рождественский ужин с компанией. Мама, о, правда, где, что будете кушать? Она, так он будет онлайн, каждый будет сидеть дома со своей едой. Вот такой рождественский ужин тоже бывает. Надо было в Эппл задать им один вопросик, а туда тоже очередь. Ну, караул. Надо приходить, наверное, в рабочие дни. Может быть, меньше будет желающих попасть в Эппл. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня к нам в гости придёт наша подруга Полина. Поэтому нужно купить что-то особенное к её приходу, но заодно посмотреть, что тут ещё такое есть интересненькое. Её швейцарские франки. Ищу фондю. Сыры, 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 сыры. Сыры, 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 сыры. А тут моя любимая свежеприготовленная лапша. Это всё ещё сыры. А вот и фондю. Берём кукурузку, которую обычно покупают к фондю. Но мы её не берём. Она из Индии, но в ней есть усилители вкуса. Снегурочка к нам пожаловала. Полиночка, сколько лет, сколько зим. К вам с маской или как? К нам или как? Ну я не знаю, это хобби, а мы с ней какая-то. Вместе, да. Кота говорит, вам такая крутая компания, там будете. Она далеко крутая компания. Чуть-чуть есть, да, такой чутерецкий? Я вообще добавляю. Сегодня без чеснока. Готовим фондю. Специальная смесь. Это летающий мускат. Да, мускат я люблю. Хорошо. Добавлять. Бусанельный тоже вкусный. Купс Рождества приближающегося. Обычно перед тем, как добавлять сыр в эту посудину, её натирают чесноком. Но мы решили добавить асафетиду и потереть мускатный орех. Можно ещё венца. Ну у нас там уже виски есть. Обобще дело, там уже виски есть, да. Ну вот, там мало виски. Ну вот, надо мешать, мешать, чтобы... Давай я помню. По часовой стрелке или против часовой? Чтобы не подгорало. Ой, уже живот к спине прилип. Лежим. Первый раз мы в этом году открываем сезон. Открываем сезон. Ну, конечно, лучше было бы с видом на Альпы. Лина как угадала. Моё любимое вино. Примитиво. Итальянское, да? Итальянское. Когда я первый раз увидела это название, думала, надо же как. Примитиво. Ну, узнала, что это шикарное вино и очень такое популярное. Оно не по цене, не очень дорогое. И это, наверное. Все предели, все предели. Какая должна быть консистенция, Вероника? Ну, вот её надо мешать так, чтобы она равномерная была. Да, да. Консистенция, да. Решили не наедаться. Не наедимся. Не наедимся. Вот этим вот наедимся. А так закончим. Потом покажешь. Почти. О, что-то уже у нас есть. Да, да. Почти однородная масса можно насырить. Горим, не горим? Горим, не горим. Нажим поставить уже на. Главное, чтобы не подгорело. Но под конец будет поджарочка. Вот она будет вкусненькая. Ее можно так-так подскрипать. Главное не подраться за поджарочку. Так, что у нас тут дают к фондю? Хлебушек, который испек Райми. Бездрожевое, я надеюсь. Ну, это, вот бездрожевое. Вот это кусочки. Но от него сено. Нет проблем. Так, овощи. Ура, фондю готовая. Так, первый раз в жизни я... Полиночка первый раз кушает фондю. Так, вери себе, какие ты будешь. Спасибо. Не знаю. Вот что-нибудь, да, потом еще. Помолим. Мы вместо хлеба ищили. Да, правильно. Макать он ищили лет не для нашего возраста. Получите, распишитесь. Да. Я вот люблю яблоки макать. Я яблоки еще никогда не макала, пойду. Я морковку не макала. Кусочек хлеба нанизываем на такую веточку. И вперед заодно помешаем. Главное, чтобы там этот кусочек не остался плавать. И так вот закручиваю, закручиваю. И смотрю на него и дую. Надо всегда мешать так, чтобы по дну прям, чтобы не пригорало. Ведимся на ночь. И совсем на ночь, пол седьмого. Что-нибудь выпьем. Вот года два назад я была на рождественном с его папой. И мы заказали фондю. Можно заказывать сколько хочешь. Нам приносили вот такие маленькие пложки. И разные были. И с шампанским, и с грибами, и всякими разными грязностями. Чего только не было. Ну, и все. У меня не все по вкусу случилось. Вкусно. Ну, не очень, не остро, а что все с перцем. Тебе передать. Ну, а вот твоя приплава, как она, знаете, она почувствовалась. Чувствовались? Он такой тонкий, слепен такой вот. Ой, вот тебе, пожалуйста, первая неприятность. Утонул кусочек яблока. Надо себе накалывать. Надо лучше накалывать. Ну, опыта нет. Я ем в один раз в несколько лет. Тяжелая еда. Да. Чего я еду? Так это еще хорошо не с хлебом. Так, с бананом я тоже еще не пробую. С бананом вкусно. Мне нравится. Подходит сыр с бананом. А с сайтом? С морковкой? Купка еще на пацаны. Это премьера. С морковкой я тоже еще не разу не ела. По-моему, сыр тяжелый, еще и хлеб. Потому что сыр не совсем. А тут овощи все равно еще куда не шло. Мне нравится с бананом вкусно. Кстати, фондю или фондю? Фондю. Фондю. Фондю, да. Фондю пошел хорошо. На ура. Стал густеть. Стал густеть. Ну что, всю жижу выхлебали? Стал густеть. Сейчас я морковки не замечу. Простой. Ну, он собаку с ним не смотрит, она завидует. А он дедушка, да, ему нельзя. Он истерильный сок. Девочки, помогите. Этот шнурок отрежьте. С помидором я тоже еще не ела, кстати. Очень все вкусно. Он нам в этот момент завидует. Ну, он сытый, он же уже покушал свою еду. Это роковлюлечки. Старичок. Шестнадцать с половиной. Антиквариат. Бодрячок антиквариат. Да, такой хороший. Такие влажки добрые. В общем, в фонде сыра нет, а закуска есть. Осталось, да. Вот такая вот эта вот. Да, 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 да. Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Есть Штоллен? Есть Штоллен. А как по-русски будет? Рождественский. Рождественский, кулич, рулет? Они их замочили, но не пережарили. Ну, как, знаешь, а пережарка уже играет роль. Вкус. Да, конечно, да, да. Или изюм. Изюм замочили плохо, а его нужно, например, в ночь замачивать. И он тогда у тебя будет вот эту вот влажность давать. Санкт-Петербургский фарфур, да? Ленинградский фарфоровый завод. Из Питера мне Вера привозила три шашечки. Очень нежно. А вот эти вот без сахара. Так, Райми, друг Вероники, специально для неё разработал вкусняшки печенюшки без сахара. Да, там эти финики, всякие орешки, можно разные кокосовые. Муки как таковой нет. Ну, как это без лактозы? Не мука, а глютен. Глютен, да. А это, значит, у нас рождественский рулетик. Получается. Так, сейчас будем его заценять. Да, до Рождества, как сказать, до Нового года балуемся. Сладостей. Человек делает это с любовью, с душой, прям. Если у тебя эти курасаны, там прямо масло чувствуется. А морковный этот пирог, который я не люблю. Я один раз попробовала у нас в Мегасовце, они сухие, этот морковый пирог. Слушайте, он его съел, этот морковный, этот штук, когда мы с Олесей приезжали. Просто пальчики все врезали. Он еще сделал вот эту вкусную простойку такую, кремовую. Прямо вот влажность. Не знаю, потому что я любитель, но я люблю влажность. Жаль, что ты не блогер, не снимала. У меня есть подружка в Индии была, и мы с ней плаваем в океане. В Индийском океане, да? Ну, буквально вот рядом с друг с другом. Да. И Ленка такая печень. Акула! Акула! И пока я только очнулась и смотрю, где акула, смотрю, Ленка уже на берегу. Слушай, машет мне рукой. Вот так вот. Подружку, подружки помогали. И что потом акула? Я не знаю, может быть и была акула. Потому что потом там была русская группа, один мужчина тоже кричал акула. Но у меня не было этого рефлекса, знаешь, спасения. Но она, я не знаю, как она эти 20 примерно метров успела промыть за секунды. До сих пор я в шоке. Вот так поедешь в аюрведическую клинику на панчикарму. Да. И начинает акулу убегать, да? Она была, на самом деле, у нее сработало вот это вот капитальное спасение. Спасение. И акулы нету, и нету. Или Лена съела акулу, или акула Лену, да? Нет, Лена уже на берегу стояла и махала. Ну, на самом деле, как она это сделала, я не поняла. Значит, Лена была чемпионкой. А расскажи эту душесчипательную историю, как там парня с берлиной скали, который в джунглях потерялся. Да, в джунглях был такой, ну, как путь, да, для трекинга, там, я не знаю, недолгий, может быть, час туда и час обратно, чтобы пройти там к лагуне через джунгли. Через джунгли к берегу океана. Да, и мы по плану пришли, приехали утром, и нам говорят, нет, нельзя, потерялся парень из какой-то компании. Видимо, ну, как, он собудился, пошел фотографировать, просто шаг прошел. Молодые люди из Германии были, да, из Берлина? Группа, да, вот они там тоже стояли. И все, вот, полиция искала его, представляете, парень остался в лесу, да, на чего не нашли, потом спрашивали. Вот, на следующий день мы приехали опять туда, и вот парень как-то сам вышел. Я как узнала, что парень в лесу остался, я аж это перед сном, я не могла заснуть, начала плакать. Парню там 20 с чем-то лет, я представила своего, как это, как мама. Ну да, в душе не было заснуть. Ну, думаю, господи, знаешь, как это, помолилась от себя, а то, что, господи, фронишка. Да я сама до сих пор в шоке от этой. Да, насколько там крутые эти, могучие и как это, серьезные джунгли, ну да, мы проходили этот путь, там, перед тем, как туда зайти, нужно было зарегистрироваться, твое имя записывали тогда. Там вроде как есть тропиночка, но все равно в Индии не так, например, как в Швейцарии, да, с этими, со всеми указателями и так далее. Да, все равно ты идешь, но, видимо, не туда свернула. А может быть, просто захотел фотографировать, там, деревом обняться. Да, ты потерял дорогу. Знаешь, я один раз по пути ничего своему другу не сказала, решила с деревом обняться. Он тебя и потерял, да, возле этого дерева. Где Вероника возвращается, я там где-то с деревом даже. Раз, поставь. Ой, какие вкусняшки. Ого, вот Полина, мой заказ. Ой, спасибо большое Райме, спасибо большое тебе. Две штуки улетят в Грецию. Да ты что, в Грецию? Да, улетят в Грецию. Подарок для родственников, да. Домашненькие такие, поджаристые. С изюмом и с этим смацепаном. Это на Шрайме напек рождественских рулетиков по заказу Полины. Мы сегодня объединили все в одном, да? Все в одном, да. Полина я за рулетиками приехала, и Фондю первый раз в жизни поела, и встретились спустя долгое время. Наконец-то я сделаю себе ногти у Полины. Да. Будешь звезда совсем. Звезда, ты здесь. Я тоже сказала. А, и получилось, что они отремонтированы были, сдавали. И она получила эту комнату, и она готова его столичь позже меня. Идем провожать Полиночку. Заодно возьмем Рока с собой прогуляться. И здесь получается так, что Лена-то не одна в Швейцарии. Я соседка русская. Вот так вот у нас получилось. Сколько здесь метр? Метр, и я дома. До соседки иди метр. Ну все, одеваюсь, бегу. Я, 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 я вечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok